Дорогой победитель, дорогой король, дорогая королева, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с мощнейшим, сильнейшим ростом. Растет ваша осознанность, растет ваш оптимизм, растет уровень счастья, растет уровень великодушия, доброты, гениальности. И все это благодаря двум спиралям роста, благодаря двум ступеням, пять жемчужин, которые вы не пропускаете и выполняете своими коллегами по интеллект-клубу. И, конечно, наши восемь интеллектуальных бриллиантов. Поздравляю с новыми полученными интеллект-поясами и поздравлениями интеллект-тренера и присоединяюсь к этим поздравлениям. Итак, неделя. Вот мы сейчас подходим к такому понятию, категории, как сверхидея. Вот есть идеи, а есть сверхидея. Что такое сверхидея и как она поможет вам подарить себе и своим родным и близким новую счастливую жизнь, поднять уровень качества жизни, из обычного проживания перейти в высокое проживание жизни. Итак, сверхидея. Коротко, это идея, которая опережает время. Вот сегодня она как бы всегда из будущего. Сверхидея – это главная идея жизни. Это смысл жизни. Это миссия вашей жизни, которой подчиняются другие идеи. Сверхидея – это путь к величию и бессмертию ваших дел, мыслей. Сверхидея – это оставить след в истории. Сверхидея – это наш с вами добрый помощник, который вытаскивает нас из серого скучного существования. Купи больше товаров, накопи больше денежек, бла-бла-бла-бла-бла-бла. То есть вот сегодня более 500 миллиардов долларов, вдумайтесь, тратят корпорации и компании на рекламу. 500 миллиардов долларов, более 500 в год. Чтобы вы поняли, насколько это много, всего лишь 24,5 миллиарда долларов хватит, чтобы всем детям на земле дать бесплатное начальное образование. А 50 миллиардов долларов хватит, по данным ООН, накормить всех людей и навсегда избавить землю от голода. Но нет, корпорации тратят 500 миллиардов долларов на то, чтобы продать нам огромное количество ненужных товаров. А смысл рекламы, запомните, я вам говорю как профессионал, смысл всей рекламы и пиара всего, и маркетинговых стратегий заключается в том, чтобы унизить людей, сделать больно людям, у которых старые автомобили или нет автомобиля, у которых старый какой-нибудь телефон, старая одежда, которые находятся сегодня в тяжелых материальных ситуациях. Да, вот в ситуации тяжелой. И вот реклама построена так, чтобы унизить их, заставить их работать и покупать их товары. И вот наше человечество попало в такую зону сейчас, страшную зону, когда слепые руководители корпорации и политики ведут все человечество, тоже слепое, к сожалению, к пропасти. И, конечно, мы с вами школа победителей практическая. Моя задача, так же, как и каждого интеллект-тренера и вашего интеллект-тренера, сделать так, чтобы вы побеждали не только негативные эмоции, депрессию, нервозы, психозы, страхи, фобии, но чтобы вы были победителем и в реальной жизни. Я не знаю, в чем вы будете победителями. Я не знаю, кто вы, дизайнер, лучшая в мире мама или лучший дедушка в мире, предприниматель, врач, художник, спортсмен. Я не знаю, но я точно знаю, чтобы вы смогли развить весь свой потенциал, вам нужна сверхидея. Как это работает? Смотрите, мы всегда рассматриваем нашу жизнь как бурный поток перемен и развития. Вот мы находимся здесь, стартуем с вами. А для того, чтобы потенциал наш раскрыть, как личность, даже во внутренних победах, быть счастливыми, позитивными, необходимо связать наше развитие с улучшением жизни на Земле. Как только вы сможете понять простую истину, что ваше развитие, вы отвечаете за будущее нашей цивилизации, нашего человечества, в этот момент ваше развитие, личность интеллектуальная, эмоциональная, моральная, физическое, приобретает особое значение. Вы, улучшая себя, улучшаете весь мир. Вот находясь здесь, стартуя, да, в своем интеллектуальном развитии, постоянно выполняя наши упражнения, да, пять жемчужин и семь бриллиантов интеллектуальных, вы это делаете не только для себя. Понятно, что быть богатым, финансово свободным, путешествовать, дарить своим близким, родным машины, квартиры, там, дома, это очень важно. Богатство – это отчеканенная свобода, так сказал Джефферсон. Но чтобы стать богатым, чтобы обогнать своих конкурентов, у вас должна быть. Другая цель. Все хотят денег. Ну, все разумные люди хотят быть финансово свободными. Это хорошо. Но как же их обогнать-то? Как же стать лучшим в искусстве, в науке, в медицине, в бизнесе, в своей работе, в воспитании детей? А вот и нужна сверхидея. Связать мысленно свое ежедневное, интеллектуальное, духовное, ментальное, эмоциональное развитие с улучшением нашей Вселенной, с улучшением человечества. Вы скажете, слушай, ну я маленький человек, мне с детства внушали, что от меня ничего не зависит. Как же я могу изменить мир? Как же я могу остановить войны? А остановить разрушение, уничтожение природы? Как же я могу помочь миллиардам хороших людей? Плохим мы не помогаем. Это нелюди, мы просто про них не думаем. А очень просто. Как сказал Махатма Ганди? Хочешь изменить мир? Стань этим изменением. Как сказал величайший Сократ? В мире есть только одно зло, это невежество. И в мире есть только одно благо, это знание. И улучшая себя, вы улучшаете мир. И когда вы ощущаете себя дежурным по планете, ответственным за будущее нашей земли, нашей цивилизации, ответственным за будущее человечества, в этот момент вас просыпается огромное солнце, огромная сила. Как говорил Станиславский, великий Станиславский, человек, который потерял связь с бесконечным, то есть с мирозданием, с вселенной, закончился как человек. Все, нет человека, просто есть хрюкающее, ползающее, мелкотравчатое существо, которое купи больше товаров и будешь счастлив. вырождены для величия, вырождены для счастья. И, конечно, когда мы говорим, что такое сверхидея, это ответ, кто я такой, куда я иду, зачем, в чем смысл жизни. Вот эти главные вопросы, главные ответы. Сегодня люди помешались на тактике. Как быть эффективным, как сэкономить время, как вести переговоры, как не вести переговоры. Но 99% не понимают, куда они идут. Почему это очень важно? По данным ученых, 76% жителей планеты потеряли смысл жизни. Вы можете сказать, ну и что, ну и потеряли, и потеряли. А проблема заключается в следующем, что смысл жизни потерянный приводит к алкоголизму, к наркомании, к депрессии, к нервозам, к психозам, к катастрофе. А как мы с вами вернем смысл жизни? Да очень просто. Один из смыслов жизни. У нас много их. Заботятся о родителях, у которых, у кого живы родители. Это смысл жизни. Еще какой? Важнейший смысл жизни. Заботятся о детках. Заботятся о родных и близких. Это все смыслы жизни. Но один из главных смыслов жизни это интеллектуальное, моральное, ментальное, энергетическое, духовное развитие. А ради чего? А ради того, чтобы изменить мир. При помощи интеллектуального развития вашего, моего и еще миллионов победителей мы остановим войны, мы остановим уничтожение природы и поможем сотням миллионов хороших, добрых людей вырваться из матриц, из тюрьмы, невежества и злости. Поэтому эту неделю мы посвящаем размышлениям. Представьте себя, что вы сели мысленно на соседнюю звезду. Вот, да, ваше тело метафизическое, ваше сверх-я, сели на соседнюю звезду, налили себе чай, воду, кофе, сок, фреш, или какой-то самый любимый коктейль. И вот с высоты тысяч километров, да, тысяч километров, вы смотрите на себя любимого, на себя короля, над королями, вот, так пускай это будет такая звезда символическая, я нарисую сейчас, и задаете себе вопрос, в чем смысл жизни? Кто я такой? Это главные вопросы, да, куда я иду и зачем я иду? И в чем смысл жизни? Задаем главный вопрос, кто я такой, куда я иду, зачем я иду, в чем смысл жизни, в чем сверхидея? Да, вот здесь вот так вот сидим, смотрим на себя с тысяч, тысяч, световых километров и задаем себе вопрос, как только вы начинаете размышлять в этом направлении, это очень важно, на это уйдет, может быть, пол жизни, может, вся жизнь, и само размышление, это и есть упражнение, как сказал великий Сократ, познай себя, и ты познаешь вселенную и Бога. Сверхидея это думать о миссии, о смысле жизни и описывать в своем эссе, это свободное сочинение, вот вы просто для себя пишете, да, с интеллект-тренером можете посоветоваться со своим, описывать сверхидею, сверхидею, да, своим развитием, своим прогрессом вы улучшаете мир. Я не могу объяснить вам, вы можете это только пережить, вот что такое сверхидея и понять самого себя можно только изучая самого себя. Ваша миссия, ваш смысл жизни находится внутри вас, и люди, это еще Сократ предупреждал, если будете искать смысл жизни где-то там, вы уже точно никогда не найдете. Каждый человек рождается со своей миссией, каждый человек рождается со своим предначертанием, со своей сверхидеей, но, вот представьте себе, да, со временем, вот это парк, пускай, это какое-то дерево сеяние такое. Вот, осенью листья падают с дерева, падают, и представьте, что вот это бриллиант, это то, с чем мы пришли в этот мир, это ваша миссия, это ваша сверхидея, это смысл вашей жизни. И вот осенью уже листья падают, правда же, и они постепенно, вот если взять драгоценный камень, самый красивый бриллиант, и положить осенью под деревом, то веточки, листья падают, падают, через неделю не найдешь его, правда, не будет видно. А через 10 лет, так он еще и землей, мхом покроется. Вот, то же самое происходит с нами. Мы приходим со своей миссией, но общество, между тем, и родители часто, из любви, наши добрые, любимые родители, общество, дяди, тети, друзья, из лучших, уверяю вас, побуждений. Они стараются, чтобы нам было лучше, защитить нас, подготовить к этой жизни. Но получается так, что они делают все, чтобы мы забыли. А политики делают все, чтобы внушить человеку, что от тебя ничего не зависит в мире. Ты винтик, шестереночка, пыль, перхоть просто придорожная, все, не вякай, и вот копи денежки, и покупай товары. Но когда вы начинаете разгребать этот мусор, когда вы проходя путь совершенствования и роста личности, шаг за шагом, шаг за шагом, от пояса к поясу, я вас уверяю, я просто как интеллект-тренер даю вам слово. Я не знаю, сколько пройдет месяцев или лет, но когда вы поймете себя, когда вы найдете свою сверхидею, смысл жизни, это будет новое рождение. Вот я родился, серьезно говорю, в 53 года, 4 месяца, и 17 дней. То есть я искал все это время себя, пробовал и в издательстве, и в бизнесе, где только я себя не пробовал. И я понял, что вот я рожден, я пришел в этот мир, и интеллект-тренером, и в этот момент, ну, передать невозможно. Вот за одно мгновение душа наполняется светом радостью. Поэтому смотрите, размышления, кто я, куда иду, зачем, в чем смысл жизни, и связать свое развитие личности с улучшением жизни на Земле, с улучшением человечества, Вселенной, это колоссальный источник энергии. Это один из важнейших смыслов жизни. Опознать себя можно, только выполняя интеллектуальные упражнения, шаг за шагом, шаг за шагом, другого пути просто нет. Это нужно пережить. Вот есть, да, такие качества, такие категории, которые не описать словами. А как пережить? Выполняя упражнения и говоря о себе каждое утро, выполняя особенно упражнения «Будьте здоровы!» Это уже, да, какое великое упражнение. Я своим развитием, своим ростом, своим улучшением личности улучшаю Вселенную. Я дежурный по планете. Прямая связь. И это даст вам колоссальные силы. А я со своей стороны интеллект-тренерской от всей души желаю вам еще больше счастья, еще больше оптимизма, жизнерадостности, лучистости, смеха на бесконечном пути развития личности, гениальности, дивергентности мышления, позитивной ментальности, великодушия, доброты, вашей силы духа. Вот желаю вам еще больше счастья, вам и вашим близким, любви, здоровья и получения радости и наслаждения от размышления. Кто я? Куда иду? Зачем? В чем смысл жизни? В чем моя сверхидея? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова